Привет, ты на канале о бизнесе. Сыроедство можно смело назвать трендовым и очень интересным движением. Употребление пищи в сыром виде и тщательная работа с диетологами позволяют добиться чудес. Сегодня многие профессиональные врачи прописывают своим пациентам сыроедство. Много диетологов продвигают это движение. Ты можешь заняться доставкой сыроедческой пищи, которая пользуется таким большим спросом. Это прибыльный бизнес и при правильной организации он может стать причиной финансовой независимости. Если интересно, тогда смотри видео до конца. И не забывай подписываться на канал и ставить лайк, если видео тебе понравится. Кстати, в Телеграме ты можешь узнать, сколько денег приносит Ютуб-канал, увидеть примеры инвестирования и первым узнавать об интересных бизнес-идеях. Ссылка в описании, загляни. А теперь давай перейдем к прибыльным бизнес-проектам. Сыроедческая еда – это те продукты, которые никогда не поддавались термической обработке. В большинстве случаев это фрукты, овощи, зерна и растения, которые можно употреблять в сыром виде. Есть несколько научных доказательств того, что такая пища полностью безвредная и несет пользу для организма. Сегодня при лечении некоторых заболеваний доктора рекомендуют переходить именно на сыроедческую диету, чтобы восстановить баланс микроэлементов и микрофлору желудка. Тебя должно интересовать то, что сегодня огромное количество диетологов продвигают это движение в массы. Появляется все больше и больше людей, которые потребляют пищу без термической обработки. За рубежом есть целые сети ресторанов, где готовят именно такие блюда и принимают особых клиентов. Кто-то приходит попробовать такую пищу, кто-то питается только ею уже на протяжении длительного времени. Так как диетологи продвигают это направление в питании, то тебе остается лишь воспользоваться ситуацией и зарабатывать в сфере диетического питания. Суть бизнеса Основа бизнеса заключается в том, что ты будешь заниматься доставкой именно сыроедческой пищи. Доставлять такую еду ты будешь в офисы, частные дома, квартиры и даже в парке. В любое место, где находится твой клиент. Успех этой идеи заключается в том, что купить пищу, которая не проходила термическую обработку, в любом месте нельзя. Это не уличная еда, это не ресторанная пища, это особое диетическое питание, которое готовят только лишь определенные специалисты на своих кухнях. Если ты откроешь свою небольшую кухню и будешь готовить подобные блюда, то у тебя попросту не будет конкуренции, а значит все клиенты будут твоими. Готовка и доставка такой еды будет основой твоей финансовой независимости, которой ты достигнешь в ближайшие годы. Да, необходимо поработать над организацией такого бизнеса, необходимо продвигать идею сыроедства в массы, но в результате все окупится. Вложения в проект Первоначальные вложения будут не очень большими, что открывает дорогу молодым и смелым предпринимателям. Чтобы работать в этом направлении, тебе нужна сама еда, необходимо предлагать клиенту разнообразие и привлекать его внимание. Если в городе есть заведение, где готовят такую пищу, а скорее всего их нету, то ты можешь сотрудничать с ними, но лучше создавать свою небольшую кухню и разрабатывать свое собственное оригинальное меню. Готовить еду без термической обработки, из органических ингредиентов довольно просто. Вся суть готовки заключается в том, чтобы перемешать между собой компоненты блюда и подать их в свежем виде. Кухню нужно оборудовать простыми инструментами, необходимо просто поддерживать ее в чистоте и порядке. Можно арендовать помещение для этих целей, можно использовать свою домашнюю кухню. Все зависит от масштабов бизнеса и от того, справишься ли ты с работой самостоятельно. Также вложения будут нужны на организацию доставки. Транспорт может быть любым, начиная от личного авто и скутера, заканчивая велосипедом. Все зависит от того, какой вид транспорта более близок к тебе. А чтобы транспортировка была более эффективной и безопасной, необходимо будет закупить тару для перевозки еды. Это может быть бумажная одноразовая посуда и приборы из дерева. На все про все ты потратишь менее тысячи долларов, организовав перспективный бизнес. Сколько приносит? Сложно просчитать прибыльность на начальном этапе. Необходимо тщательно изучить рынок, количество и наличие потенциальных клиентов, популярность подобных услуг. Если речь идет о крупном городе, то здесь наверняка есть потенциальная клиентская база. Сегодня сыроеды готовят пищу самостоятельно. Это не очень сложно и позволяет вырабатывать свое любимое блюдо. Но если речь заходит о доставке, то заказывать пищу такого типа нельзя. В результате все друзья уплетают пиццу, а сыроед остается голодным. Именно на такие ситуации ты и должен ориентироваться. Сыроеды готовы пробовать новые блюда, которые выглядят интересно и имеют много ценных ингредиентов. Следует отметить и тот факт, что несмотря на всю простоту блюд, их стоимость может быть чрезвычайно высокой. Ингредиенты для сыроедства дорогие, а само блюдо из-за своей уникальности еще вырастет в цене. Но главное то, что человек, который переходит на сыроедческую диету, прекрасно понимает, что за все придется платить. И платить много. Одно простое блюдо может оцениваться в 10-15 долларов, а комплексный обед уже будет по цене около 20-25 долларов. Затраты будут не самыми большими. Пояноценка около 40-50 процентов, поэтому зарабатывать можно будет очень хорошо. Бизнес может приносить в месяц и более 2000 долларов, но необходимо постоянно продвигать услуги и увеличивать число своих клиентов. Как организовать на дому Чтобы работать дома, тебе не нужно практически ничего менять. Дома есть кухня, холодильник, все необходимые инструменты для приготовления еды на доставку. Купи хорошую экологичную упаковку и приборы, разработай меню и начинай готовить. Сами ингредиенты можно приобретать на оптовых рынках, там цена будет более чем доступная. А найти на рынке сегодня можно практически все. Работать дома можно самостоятельно, привлекать членов семьи. Жена может готовить блюдо по четко разработанным рецептурам, а муж может заниматься доставкой еды клиенту. Никакое уникальное оборудование тебе не понадобится. Разве что можно купить упаковочный станок, который позволит более быстро и эффективно готовить заказы для доставки. Но на начале даже этого не нужно. Просто домашней кухни будет вполне достаточно для того, чтобы начать успешный и перспективный бизнес. Рынки сбыта К сбыту необходимо относиться с особенной ответственностью. Ты должен понимать, что 95% жителей крупного города не являются сыроедами и не заинтересованы в твоих услугах. Но оставшиеся 5% будут очень хорошей основой для развития бизнеса. Так как конкуренции нет, ты можешь покрывать своими услугами весь рынок своего города, а потом уже выходить и на региональный уровень. Самым же оптимальным рынком сбыта продукции является интернет. Создавая свою страницу в социальной сети и эффективно продвигая ее, можно построить очень прибыльный и успешный бизнес. Твой социальный аккаунт позволит привлечь внимание огромного количества пользователей. Большая часть диетологов сегодня работает именно на удаленной основе. Через те же социальные сети, которые будешь использовать и ты. Целевая аудитория находится именно здесь, поэтому следует остановиться на таком варианте. Оплачивая услуги рекламы, пользуясь услугами СММ-специалистов, продвигая сыроедство в виде трендового движения, завлекая в это движение как можно больше людей. Необходимо постоянно говорить о том, что это полезная пища, которая позволяет решить много проблем со здоровьем и улучшить самочувствие. Также сыроеды не поправляются, они получают более привлекательное и подтянутое тело. Вывод о том, выгоден ли бизнес сейчас. В данный момент сложно говорить о том, что сыроедство является массовым движением. Есть люди, которые употребляют только такую пищу, но их не очень много. Но именно сегодня необходимо начинать работу в этой сфере. С каждым годом количество сыроедов существенно увеличивается, и пока нет жесткой конкуренции на рынке, ты можешь очень хорошо развиваться и добиваться поставленных целей. Стань главой данного трендового движения в своем городе, это будет главным успехом в твоей жизни. А на этом все. Смотри другие полезные видео на канале, а также подписывайся и ставь лайк. Спасибо за внимание и удачи тебе в бизнес-начинаниях! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!